Солдат, который не знает милости, продукт войны Ирана и Ирака, где он приобрел себе прозвище «Али Бессмертный». В определенный день прибыл в Болгарию в момент, когда здесь была попытка установить демократию после развала Советского Союза. «Али» превращается в жестокого исполнителя различных заказов, различных топленных течений подземных. Через какое-то время он был осужден за убийство, похищение людей, участие в организованной преступной группировке, вооруженные грабежи и наркотрафик. 14 лет из последних 20 он провел в тюрьме. 4 года из этих 14 он провел в одиночной камере. Очень опасный рецидивист. Но все изменилось, когда в очередную рост его посадили в тюрьму, и ему попало в руки на его родном языке фарси. И теперь Али опять возвращается на свои старые пути, но уже как новый человек, в абсолютно другом качестве. И ему не легче от того, что было перед этим, может быть даже труднее. «Али Бессмертный» роман, который написан по реальным событиям. Слава нашему Богу, я рекомендую купить эту книгу тем, кто уже понимает болгарский язык. И сегодня мне Али сказал, что скоро готовится к печати и к издательству книга «Али Бессмертный», но уже на русском языке. Слава нашему Богу, и мы будем иметь возможность покупать эту книгу. Ну, кто понимает болгарский язык, то вы можете приобрести эту книгу здесь в книжном магазине в христианском, в христианской литературе. Эта книга есть в наличии. Давайте мы поприветствуем Али Дини, в прошлом Али Бессмертный. У нас сегодня в гостях. Али, заповядай. И благоди благ Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Перез два години бяхме тук. Много се радам, че съм пак тук. Два года тому назад мы были здесь, и я очень рад, что я опять здесь снова с вами. Пастор говорит за тази книга, и тая книга пишет от гора Али. Да, немножко раньше пастор говорил за эту книгу, и сверху написано Али. Два месяца был в Германии и делал презентацию этой книги. Обаче там казах и тук, что казахом, вярвайте ми, ас не сам тук, да и сдигам имя Туна, али, а сам тук, да и сдигам имя Туна, живее Бог Иисуса Христа. Да, ну, как там говорил, так и здесь я хочу сказать о том, что эта книга не прославляет меня как человека, а прославляет имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Я очень рад, что Бог не дал возможность мне, который был ничто, сегодня прославлять его святое имя. Ас и казах Али Дини, как ты знаете родственникам в одном мусульманском семействе. Меня зовут Али Дини, и я был рожден в одном мусульманском семействе. И когда я был в подростковом возрасте, в этот момент в Иране была революция. И тогда во время этой революции мы радовались тому, что у нас была такая вера, что мы жили по шариату в те времена, в этой мусульманской республике. И мы думали, мы верили о том, что мы ходим очень близко к Богу. Я никогда не забуду, что те, кто были длиннее автомата Калашникова и тяжелее автомата Калашникова, ему давали в руки оружие, отправляли его патрулировать в город. Я был длиннее Калашникова и потяжелее, и меня отправляли в этот патруль. И когда я стал молодым человеком, началась война между Ираном и Ираком. И тогда наш лидер сказал о том, что правда на нашей стороне, на стороне Иранцев, а на стороне Иракцев не правда. И так как у меня была вера, которую я имел тогда, мусульманская вера, я добровольно пошел на эту войну. И я верил, я думал, что если я погибну даже во имя Аллаха, я буду там близко к Нему. Ако убивам в Него имя неправдата, я буду там близко к Нему. Если я буду убивать тех неверных, которые несут эту неправду, то я буду близко к Богу, к Аллаху. Но когда я пошел на эту войну и был участником этой войны, я видел, что Бога там нет, там нет Божьего присутствия. Я видел там дух смерти, и он был везде. Что я там видел? Я видел там только кровь и разорванные тела. Очень много моих друзей, приятелей погибли, умерли в моих руках, когда были подстрелены или взорвались на минах. Много подстреливались и молились. Я даже не знаю, как я иранец. Знаешь, молитва на арабском языке, даже не знаю, как это означает. Я молился. Молился. На краю сказано, Господи, за что стало твое? Да, и я очень много молился тогда. Молился на арабском языке. Я даже не понимал, о чем я молился. Но я спрашивал у Бога, Бог, почему вот это все происходит? Боже, я никогда не могу отговорить. Но я никогда, практически, я никогда не имел ответа на свой вопрос. Никогда не было Его Божьего присутствия в моей жизни. Пока меня не переместили с этой войны поближе туда, к Кургистану. Я был точно там, когда во время Саддама Хусейна бросили химическую бомбу и более 5000 человек тогда погибло. И куда-то ходили там, азку видях там, само и само 5000 Курдов, цивильные жени, детца, меже, момчетата, цивильные, мертвые. Да, и эти 5000, более 5000 Курдов, они были не военными людьми, они были светскими, мирными жителями. И последняя ситуация, которую я видел, когда я с камьона вернулся в Калабче. И когда в последней ситуации я был возле одного города, Калабче. И точно там я видел одного Курда, который вот так был обмотан, у него были только глаза, с автоматом Калашникова, он очень просил меня остановиться. Да, я не видел, что он направляет оружие на меня, он видел, что он просто держит автомат. Только просил остановиться. Когда я остановился, он подошел к окну и сказал о том, что я только прошу тебя, пожалуйста, помоги мне, моим детям, моей жене. А я спрашиваю, где твоя жена, где твои дети? Человек, Курдина, севика, отзад храстите, слезнаха женаму, женаму, дештеряму и синаму. Да, он подошел к одному кусту и вывел оттуда свою жену, сына и еще одного сына. Син и дештеря и женаму. А, да, сын и дочь. Да, и он сказал о том, что если ты нам не поможешь, мы все погибнем. Помоги нам, подвези нас до границы с Ираном. Да, я им сказал о том, что забирайтесь туда наверх, садитесь. Загрузил их багаж и мы поехали к границе с Ираном. Но когда мы выехали из этого города, мы увидели там две такие высокие... Купчина. Купчина какой-то... Кату планина фарлилися варху один варху друг. Тела? Тела. Нет, кукли, кукли. А, кукли. Да, значит, детские игрушки, куклы были вот так, как, выгружены, как две большие горы. Да, эти куклы были очень красивые в национальных курских таких вот... Да, я говорю, давайте мы возьмем там, ну вот, одну-две такие куклы. Да, я соскочил с машины и подошел к этой горе. Да, Курт не кричал, остановись, не делай этого, но было поздно, я уже схватил одну куклу. И когда я схватил одну такую куклу, я понял, что это не были куклы, это были дети. Там некогда около 150-200 детсов тела, один варху друг въехал фарленый, мертвый. Да, каждая куча примерно состоялась из 150-200 детей, которые были вогружены вот так. А с направо сердцем спируешься, от сердцем, какого стало, только не можешь поверить детсов, за что это убили вечер. Да, у меня сердце практически остановилось, я сказал, в это невозможно поверить. Что здесь случилось? Да, я быстро вернулся в машину и поехал, чтобы только не видеть всего этого. Да, и Курт мне сказал, только помедленнее едь, потому что здесь могут быть мины. Да, я доехал до границы, пересадил их на другую машину, сказал куда ехать и вернулся на нашу базу, поехал в сторону. Да, я тогда обратился к Богу вот так напрямую, о том, что это не может быть Богом, что дети погибают, дети умирают. Когато ходим на отпуск, а идвам, виждам синове и дождирите и ходжите, живот живет в града, а ние там воюваем и умираем в имято на тази виара, които бяхме. Да, тут я просто увидел о том, что мы воюем там во имя этих детей, а тут эти дети погибают. Что это? И тугава, веще, че казвам, това всичко е ложа, които ни казват, всичко е тала вера на тай свят. И тогда я сказал о том, что это просто какая-то одна большая ложь, и это просто конец света. Те не используют туг няма, туг всичко е дала вера, там няма Мухаммад, няма Иисус, няма Авраам, всичко е ложа. Им один Бог, само твой Бог истина, другу, то всичко е ложа. Така смысл их. Да, я подумал, что все это большая ложь, что просто наш использовали ради имени Аллаха, Мухаммеда, но я точно знал, что есть только один Бог. И тогда я вернулся в свой квартал и больше не ходил, но я просто отказался. Азб, я ходил в война, че до беда поблизу от Бога, поддал Богу, то влизам в виаратами. Я пошел на эту войну, чтобы быть поближе к Богу, к Аллаху, чтобы быть ближе. Да живе Божия мир, да живе Божия любовь. Чтобы в моем сердце жила Божия любовь, Божий мир. Азб, я вернулся с войны и был более пустым, чем перед войной, опустошенным. Я сказал себе о том, что это какая-то сплошная ложь. Есть что-то другое, есть какая-то другая жизнь. Когда я вернулся, я видел своего отца, видел зятя. Они работают, они трудятся для того, чтобы обеспечить свои семьи. И тогда я увидел о том, что когда есть деньги, тогда есть мир, гармония в семьях. И тогда я подумал о том, что нужно зарабатывать очень много денег, для того, чтобы в моем сердце было много мира, любви. Я был тогда молодым человеком, и, как все молодые люди, думал, что я много знаю. Отец, мать не знают только, сколько я знаю. Я знаю, как зарабатывать деньги более легким способом. Начал продавать наркотики в своем квартале, мы начали зарабатывать хорошие деньги. Очень много мы денег стали таким способом приобретать, но чем больше денег приходилось, тем я становился более алчным. И пустота, которая была в моем сердце, она не уходила, становилась еще больше. Да, и тогда я понял о том, что то количество денег, которое пришло, я все равно еще не чувствую мира в сердце или какой-то полноты. И тогда происходили такие случаи, когда мы просто продавали наркотики, происходили такие конфликты между группировками. Их было трое, нас было двое. У нас так, когда мы начинаем драться, мы все достаем ножи. Да, и мы достали ножи, и они достали ножи. И там, да, после вот этой войны с Ираком у молодых людей не было милости, не было жалости. Один из противников, молодой человек, бросился на меня и хотел мне перерезать горло, но промахнулся и порезал мне подбородок. А мой нож вошел точно в его горло, он упал и умер. Да, я сказал своим приятелям, давайте отсюда бежать, потому что нам больше нет места барани. Потому что в нашей стране существует и по сей день закон, око за око, рука за руку. Тот, кто убил, должен быть убит. И тогда мы сбежали через границу в Турцию. И когда мы прибыли в Истамбул, мы сделали одну такую, как борсу. Да, просто ограбили одного человека. В Истамбуле мы взяли один Мерседес и фальшивый документ и поехали на границу. Точно, когда мы прибыли к границе Болгарии, это был 99-й год. Когда мы прибыли в Истамбул в Болгарии, я помню, что в улице люди ходили на улице и кричали СДС. Мне стало интересно, я думаю, почему эти люди кричат СДС? Для меня демократия никогда не существовала. Вообще мы планировали в Ирландии, потому что там были такие законы, где можно свободно продавать наркотику, но нам стало интересно, что здесь в Болгарии происходит. Но после трех-четырех месяцев я понял, что это не демократия, это полная анархия. Мне, в принципе, думал, куда нам идти? Здесь хорошее место, здесь анархия. Как вы искали, что правишь прави, плащай, трейдвай. Да, что хочешь сделать, делай, плати деньги и уходи. Останах мы в Болгарии, а потом начали строго грабежи, урежи, с этого занимаем. Я остался в Болгарии, начал заниматься о том, что грабежи, наркотики, преступления какие-то, с этим начал заниматься. Оба твоего живота всегда, когда-то черта стала, что искать, что спим, имах проблемы с себя, и не можешь, что спим спокойно. Однако, когда человек совершает преступление, начинается проблема со сном. Я просто, мы потеряли сон, не смогли спать спокойно. И в черта, по принципу, от моего поглядного точка, наиважный момент в живота, вечерта, когда ты искаешь, что спишь. Да, и вечером я начал просто вот так, какой смысл, какая точка вот моей жизни, в чем смысл, когда я засыпал. За что-то, точно тугава, куда-то, казвах, лэка, ножна секи, и почнах, то я спим, почве, что дойдем, мыслить окуловатами. Целеда смертати, какво сейчас станет, твое живота. Я лежал и думал о том, что вот, когда там говоришь с приятелями спокойно ночи, потом лежишь и начинаешь думать, а в чем смысл твоей жизни. Одна мысль меня преследует о том, что после смерти, скорее всего, я пойду ваться. Что для меня спасения нет. Точно тугава, что в Булгарии я спочнах, да друсам, дрога, и продавам, и да друсам. Точно тогда я начал этим заниматься, то есть я начал принимать наркотики, наркотрафик, начал продавать их и получать за эти деньги. И в сочто время, пак, в една даване земли на друга, ходихме, аз ходих там, да даваме, един клиент намериха, кокаина даваше, хероина, и скажи, ходихме, да ввершим тая работа. Да, и у нас была такая работа, что мы просто ходили на какую-то точку, принимали наркотики, потом их куда-то перенаправляли. Обаче, тая човек в месту кокаина идва с соорежие, да не грабе. Същия човек, който идва да дава кокаин, да вземе хероина, идва с соорежие в месту това, да не грабе шправе на нас. Да, однако, тот человек, который продавал нам кокаин, он всегда был вооружен, чтобы мы его не ограбили. Него бихме захмем первое тоорежие, да се пьягаме, то есть кара второе тоорежие, ка моите головы точно стрела. Да, и мы выбили у него первое оружие и хотели уже обижать, но он достал второе оружие и направил мне в голову. Точно, точно селише моите, моите чело. Да, он стрела коршумами и нам между кусатами. Он целился мне прямо в лоб и выстрелил, но пуля пролетела вот так касательно. Обаче, и аз тугаво режео ко мне, гозех, за что ты знаешь, второе тоорежие коршума, няма да ме жали. Аз пошнахте стрелям, пять коршума стрелях, только то човек падна. Да, я знал, что второго выстрела, ну то есть это будет все, уже конец, я достал свое оружие и выстрелил пять раз, пока этот человек не упал. И тогда человек упал, и мы убежали. Здесь в Болгарии я в общей сложности 14 лет просидел в тюрьме. Три раза я был в общей сложности в тюрьме. Первый раз я попал за убийство и грабеж. Второе то ми деловеще за отвелищение и дрога. Вторая ходка была за наркотики и похищение человека. И третье то беше за контрабанта на дрога и незаконно переминаване на границата. Да, и третья ходка она была с контрабанта на наркотики. Второй пат, когда я ходил в затворе, никого не забравил. Да, второй раз я никогда не забуду о том, что я продавал наркотики прямо в тюрьме. И это было на самом деле, вообще не преследовалось. Аз, когда идвам в стаи, там и виждам один сакилиник имах. И виждам, че той сложи една от тази еврейските маленьките шапки вверху головата си. Одна Библия подмишницата си кем вратата. Да, когда один раз вернулся в свою камеру, то я видел, что один человек в такой кипе, у него была какая-то книга подмышкой, и он пошел. Да, мы жили в одной камере. И я спросил у него, ты куда ходишь? Он сказал, что я хожу в церковь. Да, я сказал ему о том, что сегодня среда, а здесь сегодня нет какой-то церкви, ну, что-то не то. Да, есть один параклис, но он по воскресеньям работает, а в среду ничего нет. Да, и я туда хожу, хожу по воскресеньям, свечку ставлю, непонятно. И тоже делаю крестное знамение, потом выхожу. Да, и тогда этот человек сказал, я хожу в протестантскую церковь, это не ортодоксальная церковь. Я первый раз услышал о протестантах. Да, и подумал, кто эти протестанты, против чего они протестуют сегодня? Я подумал, что я тоже скажу в этой церкви, потому что Иисус это и наш пророк. Сказал, нет проблем, и доходим. Нет проблем, пошли вместе, пойдем. Да, и тогда я увидел о том, что из нашей... Комната, где проводили они служение, наверное, выйдет какой-нибудь такой священник с большой бородой, но вышел Ивадор Ковачев. Да, с простым костюмом. Да, мы с ним познакомились, и он говорит, ну, заходите. Да, мы с ним познакомились, обменялись рукопожатиями, я представился о ледине. И он мне спросил, ты мусульманин ли си? Да, я подумал, что он, наверное, меня не пустит, так сказать, я мусульманин, но я сказал, что я мусульманин. Обаче Иисус е наш пророк, може ли да влизам вътре, я си искам да дойдам вътре. Но Иисус это также и наш пророк, поэтому можно я выйду все-таки в вашу комнату? И с много приятного смывка мне казал, заповядай. И Ивадор приятный такой улыбкой говорит, заходи. Когда я зашел внутрь, служение какое-то было, о чем была проповедь, я вообще, говорит, не помню. Я был под наркотиком. Да, но когда мы начали молиться, мы все вот так наклонились и закрыли глаза, закрыли глаза. Да, и я тоже так же скрутился, как мячик, и тоже закрыл глаза. Той починал, да се моли, той се молише на общий язык, който разбираем уже на сети. Защото перед нас молиме на язык, който не сами не разбираем, какво казваме. Той се молише, помням много добре, той се молише за... И он молился очень хорошо, он молился о прощении. Той молише за любовь на Бога. Молился о любви Бога. Молише за прощение на одно по одно нас. Молился за прощение каждого из нас. Тук, като стигна до мене, и рецепт улагал в архумен, и почина до моли лично заради мене. Да, и в один момент он подошел лично ко мне, возложил руки на голову, и начал молиться лично за мене. А сугал за чувства, нечто это как губ, злива в мене. Как то молише. И в этот момент я пережил, что-то в мене вошло. Аз помням точно той, когато се молише. Той молише за то, что Бог да ме помогне. Да, и я точно помню, что он молился о том, чтобы Бог мне помог. За да утворим сердце туми за Бога. Чтобы сердце открылось для Бога. За да може да ме помогне да ме промене. Чтобы Бог мне помог да промене. А, перемениться. И да може да давам греховетами на Него, и да знаем Него я свободу и любовь дай мир. Чтобы я мог отдать все свои грехи и получить за это прощение. Я первый раз почувствовал, что при косновении Святого Духа, что у меня было такое ощущение, что... Но я все еще был мусульманином. Слизахме вонка, вече секи седимица чакахте сериада да дойде, да тичам, да ходим в церквата, перед пастором и водой. Да, я вышел из этой стади целой недели. Прошла, но я все думал, когда я ждал среду, чтобы опять прийти туда. И никога не забравим, секи седимица, когато ходихме до Него, от прозорецата наркоманите ме викахал, шут, наркоманите в яка, слизай вонка, нали я спорудавах там. Казам на пастора, извиняйте, я сега ще дойдем. И третвах. Ну, однако, когда я шел, те наркоманы, которые сидели, они мне свистели, говорили, ну, идем с нами, чтобы ты же продаешь наркотики. И ходишь там, им давам, и земам парит, и паксов, и рождем к вам, извиняю пастора, пока ходим там седнем. Да, я просто шел, продавал наркотики, брал деньги, говорил Эвадору, ты, Эвадор, пасторе, извини, сейчас я приду. Клиент им права венеги. Да, клиент всегда прав. И просто, никуда не забываю пастора, никуда не мне показываешь, какого правишь. И я помню, что пастор никогда мне не сказал, что ты что делаешь, чем ты занимаешься. Да, и это происходило до сих пор, пока я написал такое прошение, потому что мой протез износился, и нужно было новый покупать. И знаете, какого, когато, 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 мне не пуснах один месяц, прекресване, слизнах от затвора, зад вратата, още бях зад вратата на затворе, казом, кога ще се вернем от затвора? Питай го, няма да се врождам. Бягай, Али. И тогда я подумал о том, что когда я вышел из тюрьмы, я подумал, что я больше никогда не вернулся в тюрьму. Я позвонил своим приятелям, чтобы они меня встретили, они приехали. Скрыли меня в одном селении недалеко от озера. Позвонили еще кому-то и мне сделали фальшивый паспорт. Опять сделал заказ наркотиков и потом на границу с Румынией на Русы. Путь мой был такой, через Румынию, я думал дойти до Англии. Однако, когда мы прибыли к границе, меня там уже ждали. Пограничники. Тогава има еще один закон, какой-то, ако некий полицай фанал, и ако тазий человек предавал някой другу, какой-то правил преступление, на него еще давать помалку при седе. Тогава има еще такой закон. Тогда был такой закон о том, что если ты помогаешь кого-то поймать, то тебе срок, он снижается. Помалку турни, да. Снижается. И тазий человек, который мне попросил, что он был фанат с фальшивами. И чекал еще сед. Зато он меня предадал. Да, и тот человек, который меня отправлял, он меня сдал. Да, и на границе, когда мне попросил, я был разбит на право. Я был с фальшивами, который лежал. Один месяц днём на ванкасом я попросил с новым преступлением. Да, то есть еще одного месяца не прошло, как меня опять схватили, и уже с новым преступлением. И мне чекали еще новое преступление, новое преступление, и освен того, которое я избегал от сфора пока. Да, и меня ждало новое осуждение, новый срок. И когда меня арестовали, это было последнее мое осуждение, и там был один иранец, которому меня отправили. И тазий иранец, когда мы приехали заодно, я уже лежал перед собой, я уже не знаю, как я лежал. Одна стоит 2 метра, в 3 метра. Да, в камере 2 на 3 метра, я знал, где лежать, потому что у меня уже... 24 часа, там 5 минут с утра, ты пускаешь до туалета, 5 минут с летом, опять за туалет. 24 часа и в воду. Да, 24 часа ты должен там находиться, там утром тебя могут отпустить на 5 минут в туалет, ты должен быстро вернуться, и опять 24 часа. Два-три дня организираем там, тренируем, как ты казал, карты играем, со схорой так говорим, но время-то не можешь до убиваться, или 24 часа. Да, я там организовал о том, что мы там просто ходили, спортом занимались, карты играли, но 2-4 часа ты не можешь так заполнить. У пачи, третий день, на моем чате, то казал, имаши нечто, что читаем. Однако на третий день я спросил у этого молодого человека, у нас есть что почитать? Что-то время не меняло же там. Потому что время там идет очень медленно. Да, только иском да спираем историю, да вы объясняем одно нечто. Не, как глядах мы на христианите в Иране. Сейчас я хочу немножко остановиться, чтобы мы поглядели на эту историю глазами иранцев, как они смотрят на христиан. Не в Иране, мы не говорим, что мы на последний модель, не последняя вера, религия, которая Бог против. Твою мысльмами. В Иране мы мусульмане верим в то, что мы последняя модель, то, что мы верим в выстину. Вече по перфекте от нас не яма. Что лучше нас никого нету. И как мы уже объясняем, так как вы объясняем, да мы разберем это попросту язык. Как вот вам объяснить, чтобы намного было проще понять. Не смех, как то iPhone 8 8. Да, мы как вот последняя модель iPhone 8. Последняя модель iPhone, какой-то има всички-то функции. Такая семейственная сервис. Да, мы так думали о себе, что мы последняя модель iPhone. На христианите глядах мы, как то Самсонги второго потреба. Да, на христиан мы смотрели, как на Самсонг второго употребления. А евреи глядах мы как то, как алкотель с копчета. А на евреев мы вообще смотрели, как на телефон, который с кнопками. И мы с ним, что только на и доброможность опишем, как заглядят мусульманите на другие религии. Думаю, что это лучше всего объясняет, как мы смотрим на христиан или на другие религии. И тази момче, който в една стаят не бяхме, той мне казва, что там бяхме, той мне казва, что не, не ямам нищего за четене. И этот молодой человек сказал мне о том, что нет, вот в этой камере, у нас ничего не что-то, что бы читать. Ты много сомнительного говоришь, ты имаш нечто, искарваешь и читаем. Какого да и что читаем? Да, но я говорю, что-то ты сомнительный, что ты говоришь, я что-то вижу у тебя, ну-ка доставай, что у тебя там есть? Той казача, а с имам одно нечто, что ты дам, но ты не яма да го читаешь. И сказал, ну у меня есть кое-что, но ты вряд ли больше дочитаешь. И сказал, тази библия, от сака, си, тугава, ваше чисто новое, от гора, пишешь библия на Иисуса Христа, на иранский язык. И он тогда достал вот эту красную библию, она была тогда совсем новая, и когда я открыл, увидел, что она написана на иранском языке. Пишешь библию на Иисуса Христа. И написано на ней Библия Иисуса Христа. На мой родной язык. Первый раз я в своей жизни видел Новый Завет на иранском языке. Я прям вырвал эту Библию из рук и говорю, кто тебе сказал, что я не буду читать? Я буду это читать. И когда я взял эту книгу, вспомните о том, что я смотрю вот как с позиции iPhone последней модели на Samsung. Да, я начал читать эту книгу с таким отношением. Сейчас я там найду какие-то ошибки, недостатки. Когда я прочитал четыре Евангелия, я говорю, вот, смотрите, что здесь, это четыре различных Евангелия. Иисус, рецепу, лага в арховок, больните исцеляве. Да, и там я прочитал о том, что Иисус, он возлагал руки на больных, исцелял их. Злодуховы виждат Го, говорят со С Него, избегат направо от Него. Да, злодуховы. А злые духи видят Иисус Христа и просто бегут от Него. Мертвите воскресляват. Мертвые воскресли. Потом я читаю о том, что Иисус рыбками, хлебами накормил более пяти тысяч человек. Я говорю, вот, это вообще. И я еще смеялся над этой книгой, и потом таким образом я дошел до книги апостолов, деяния. Когда я прочитал всю книгу Деяний, я понял три вещи. Вверх, вниз, вперед. Иисус там наверху, Он послал силу Святого Духа, и Церковь пошла вперед. Но когда я дошел до девятой главы, то я увидел один преступник от меня. А, я увидел еще большего преступника, чем я. Там был один Павел, который пошел для того, чтобы мучить христиан. Он был готов убивать христиан. Однако, когда Иисус встретил его, он ослеп. Стало что-то очень интересное. После этого он явился во сне Анании. Анания сказала, что ставай, ходи в улицу, право, тази, каиш, ты срожи, реце вверху Солос, утвори учите си. Да, Дух Святой сказал Ананию, вот выйди на ту дорогу, иди туда, туда, потом направо, налево, войдешь до дом, увидишь человека, возложишь на него руки, помолишься. Анания вопреки, че беше спише, я забыва, те то иска, да не тормозит, ка деме прождешь? Вопреки того, что Анания спал, ну, можно было сказать, что вы там мешаете мне спать? Иисус тука казва одна ключевая дума, което докосна сердце туми. Иисус казва одна ключевая дума. А, Иисус сказал одну такую ключевую мысль, което мене докосна сердце туми, что я коснулась моего сердца. Каза той имя много муки да виждет в моё имя. Че Павел, что виждет много муки в моё имя. А, Павел видит очень много страданий в моё имя. И той, что вводит моё имя преднародите и цару вете. и он, а, значит, ему надлежит очень много пострадать во имя Иисуса Христа, и он будет отправлен во имя Иисуса Христа. А, я посмотрел в христианство прекрасно. Той человек во вчера тормозил христиан и тянецка ходит да беда специален след в речете на Бога. Да, вчера он ещё издевался над христианами, мучил их, сажал в тюрьме, а сегодня он особый сосуд у Бога. И продолжих да чете книгата. Имайте передвид, че винаги когато аз четох тази книга, ка десен намирах духовно. Да, и я продолжал читать эту книгу, но хочу вам напомнить о том, с какой позиции я её читал. Аз винаги мислих, че моё место е на доната на ада, имам две убийства в живота ми. За мене спасение не существует. За тоа, аз и знаех, след смертами ходим, смертами, што ходим в ада. И за тоа, в тази свят казвах, нека да живе живота ми както аз искам. И правих всяких преступлений. Поэтому я жил так, что я буду в этой жизни делать то, что я хочу, и могу совершать самые разные преступления. И тогава, когато аз продолжих да чете Дианите на апостоли, те при нас на иранский язык на редбата на книгите селят Дианите на апостоли идва в однага римляни. И тогда, когда я продолжал читать книгу Дианя, у нас в иранской Библии сразу после книги Дианя начинается послание к римлянам. Когато чето римляните до 10-ти глава, когда я читал послание к римлянам 10-ту главу, ничто не разбирах, много тежко книга ваше. Ничего не понятно, было тяжело читать было. Но когда дошел до 10-го глава, 9-й стих, где написано, если своими устами исповедуешь, что Иисус Христос и Господь, и в сердце ты веришь, что воскресно отмертвите, сердцем веришь, что Иисус Христос воскрес, ты спасен. Ты спасен. Слава Богу. Слава Богу. А ты блокировал туда? На право ты блокировал. Провокировал? Блокировал. А, блокировал. Тогда для меня это просто как блок какой-то сработал. Казал. Казалам, чтобы меня спасти, Бог не хочет моих денег. Он не хочет от меня какой-то жертвой. Он не хочет, чтобы я убивал каких-то неверных. Он хочет от меня только моего исповедания и веры. Следующий стих говорит о том, что если человек в своем сердце будет иметь веру, если он устами своим будет исповедовать то, во что он верит, он будет спасен. И тогда я подумал, может быть, для меня есть спасение. И я тогда продолжал читать первое послание Кориума, второе послание Кориума и так дошел до послания к евреям. И тогда когда я дошел до послания к евреям и начал читать и просто я увидел о том, что это в основном описание апостола Павла. А сказали, значит истина и твой станет садов в рецепте на Бога, на тази Бог, който тая книга казала. Да, я тогда просто увидел, что действительно этот Павел стал сосудом в руках Божьих. И вече не в аду. И он уже не в аду. И тугава еще, когда достигнах до десяти головы евреи, десяти головы двадцать, двадцать, седем. И когда я дошел до десятой главы двадцать шестой, двадцать седьмой стих, никуда не забрал. Вы скажете, что читаешь, пастор? Да. Мы говорим на болгарский язык. На болгарский язык казалось, селет познаването на истината, ако някой самовольно грешаве, за него веще не остава никакви жертва. Единствено нешто, кое-то остава и божья гнев и огонь на ту эзеру. Я прочитал там в двадцать шестой, двадцать седьмой стихи, что ибо если мы получим познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертва за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Затворих библию. Затворих библию. А с иском, вы знаете, до тугав, до переди тази миг, аз видялся орежье, то челу-то ми не смо плашили. Даже когда мне направили оружие в лоб, я тогда не имел страха, я не боялся. Я видел, когда нож шел к моему горлу, я тогда не испугался. Они оба умерли, погибли. Но когда я прочитал эти два стиха, я был напуган до смерти. Моги куда-то некогда закасом и сказал, Господи, помогни мне. Той мне помогна. За что-то мысль там и беше тоа, мысль моя была такая, че ако я некогда если я где-нибудь буду иметь проблемы, скажу, Господь, помоги мне. Той помогна. И он мне поможет. Ако не имам пари, скажу, Господи, заказахся, не имам пари. Если не будет у меня денег, я скажу, Бог у меня нет денег. И он где-нибудь откуда-нибудь поможет мне. Пока дьявол сатаковал уголоватами и не оставит на мире, скажу, Господи, освободи меня. Я волнуй избегать. Да, если даже дьявол будет мучить меня, то если я обращусь к Богу, то дьявол убежит. Но представах се, казам, ако падам в него ве гнев, тогава на кого искам да дигам реце, да кажем Бог да мне помогне. Но я представил, что если я попаду в Божий гнев, то кто мне поможет тогда? Тоа же наи страшното место, кое я подумал, что это самое страшное место на земле, что некуда бежать. И тогда я подумал, что эта Библия 99% это ложь. 1% кога же истина та аз мачо изгорел. За что то аз и знам, аз счастливым от затвора доходим да продавам другу, пак бравим грабежи. Аз друг я не умею. Да, я закрыл Библию, просто швырнул ее куда-то под кровать и сказал, я не хочу знать это. Казал 1% истина аку истина и сказал так, что если 1% истины куга ту умер и кач вам гора перед бог когда умру и пойду к богу если он не спросит почему ты не поверил в Иисус Христа и скажу что я не знал и затвор книга ты поч играем карти да меня там да убивом в библию продолжал играть библию убивать время просто убивать 24 часа ты не можешь стоять на крак но 24 часа ты не можешь стоять на ногах все равно есть необходимо на 5 минут лечь хоть немножко расслабиться точно когда я лягну и отпуск один миль и тихо твок точно мне говоришь и точно тогда когда я лег и немножко расслабился я услышал один нежный голос очень нежно который проговорил мне возьми эту книгу и читай ее я вскочил тогда с пола и просто подумал что это мне в голову пришло неужели я сошел с ума я ничего не хочу слышать об этой книге на следующий день опять слышал тот же самый голос еще в следующий день Бог открыл мне глаза чтобы видеть и понимать что я перед ним прозрач он знает все и он знает что я знаю и он знает это что он знает что я знаю истину много мне стало очень себя жалко стал и сказал я знаю что когда я выйду из тюрьмы я опять буду совершать преступление но если эта книга говорит истину со мной все готово встал поднял эту библию вытер об себя и сказал господи извиняйте что губах со твоей Иисуса Христа обещаю тебе читать библию и серьезно читать все равно с той позиции айфон к самсунгу и читать книгу когда я прочитал эту книгу до конца я понял что очень важное я думал что христианство это просто религия как ислама как еврей как вся одна религия я никак не понимал что христианство это вообще никакая не религия я никогда не видел не читал чтобы Иисус сказал что я есть религия идите ко мне но я увидел что Иисус говорил что я есть путь и истинная жизнь я тогда понял о том что христианство это образ жизни это путь это образ жизни если ты живешь поэтому ты начинаешь понимать истину тогда ты реально знаешь как надо жить и я никогда не забуду было где-то два тридцать ночи у чили там им один иранец и один руманец значит возле недалеко от меня в одной моей комнате был один иранец один из румынии направо говорит ставайте аз искам да христианин христианин я прямо сделал дал им попинку и ну-ка это смотри вставать я стал христианином спать он направо ставайте искам да им свидетел они стали отмахиваться говорит не мешай нам спать опять начал их пинать вставать и вы да они сели там начали протирать глаза я начал им читать книгу и молитву на покаяние только на после аз не знаю как это молитву на покаяние после лет на новое завет в иранской я например не знал как молиться молитв покаяние но вот в этой книге в на последнем листочке было написано молитва покаяния молитва молитва и на крае казах амин и на тех глядах и казах амин я помолился на иранском языке в конце сказал амин и эти двое тоже сказали амин я стал христианином а всем казах извиня вы ходите спите сега и я сказал вам извините теперь можете дальше спать селед мы думаем что после покаяния сразу происходит какая-то перемена спустя много лет мы понимаем о том что после покаяния произошла какая-то перемена за что то на вечер за первый пат в живот мы казах извиня за тех ходите спите и искам да вы казвам когато аз приехал Иисуса в живот ми следващий день почнах жадно и гладно да я направо него че то хаску изъеду в всякий день тая Библия что со мной произошло после покаяния на следующий день я просто поедал врата добре успокаивах минах вратата патия какво тази книга я патия триал че и доживе через него и мы прошли врата покаяния и патия триал читаем тази Библия и доживем через него за что то в тази книга им страшно много обещаний потому что в этой книге дано очень много обетований обещаний когда я узнаю эти обещания я должен войти через слово и тогда я понял что всю жизнь я искал три вещи не само ас все целый свет ищет вот эти три вещи первое это любовь второе это уверенность третье это ценность а а любовь то по грешной адрес и между женит и терцей любовь да ну в прошлой жизни я думал что я нахожу любовь тем что я хожу к женщинам а то не любовь то то самое и самое страста да потом я понял что это не любовь это страсть а эта книга дала мне настоящую любовь настолько что Иисус Христос отдал свою жизнь больше такой любви не существует после этого я вижу о том что уверенность это уверенность не означает что кто-то тебя хочет убить и ты будешь защищен да уверенность она заключает в том что тебя может быть семья у тебя будет жена дети ты сможешь их обеспечить я увидел что в старой своей жизни я имел деньги и сколько больше я их имел я становился еще более жадным но 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 в книге я увидел о том что я настолько ценен для Бога что Он начал поднимать меня и обеспечить меня заботиться как о своем ребенке что я настолько ценен для Него как и все мы что Бог послал Свою едино родную сыну чтобы Иисус умер за меня кто верует в Него будет спасен и точно я принял Иисус в свое сердце мне приговорили